За прошедшую неделю на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 151 сообщение о происшествиях, из них 12 преступлений, из которых 6 раскрыто, по 6 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 41 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю дорожно-транспортных происшествий не допущено. 15 ноября 2017 года на территории Ненинского автономного округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Составлено 10 административных протоколов. 16 и 17 ноября 2017 года на территории города Наринмара и поселка Искателей проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Семья». Проверено 56 семей, состоящих на учетах УМВД России по Ненинскому автономному округу. 46 несовершеннолетних, составлено 14 административных протоколов. 18 ноября 2017 года ОПМ «Нечитаемый номер». Составлено 10 административных протоколов. В окружную полицию обратились двое жителей округа, которые сообщили, что у них в помещении заведения по улице Портовой города Наринмара в ночное время неизвестным лицом похищены мобильные телефоны, а также рюкзак с находящимся внутри паспортом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что хищение мобильного телефона совершил 25-летний мужчина. Полицейским стало известно, что заявители, находясь в одном из питейных заведений города Наринмара, в результате чрезмерного употребления алкоголя, уснули за столом. Неизвестный молодой человек, воспользовавшись этим, похитил у мужчин мобильные телефоны и рюкзак с паспортом. В дальнейшем злоумышленник распорядился похищенными вещами по своему усмотрению. По данному факту, следователям МВД России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по пункту В, части 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража. В отношении подозреваемого избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие. С 13 по 24 ноября 2017 года на территории Ненецкого автономного округа окружными полицейскими проводятся антинаркотические мероприятия межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и оперативно-профилактической акции «Дети России-2017». Целью данных профилактических мероприятий организовать привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, обеспечить сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, а также предупреждение наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Жители Ненецкого автономного округа могут сообщить информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, нарушений правил нелегального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений можно направить на электронный адрес умвд мвд 83 собака мвд.gov.ru, а также о данных фактах можно сообщить по телефону 8 911 650 57 49, а также на телефон доверия умвд россии по нау 4 21 52. Отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 4 26 42 или 4 21 40. Анонимность гарантирована. Госавтоинспекция МВД России по Ненецкому автономному округу информирует об изменении организации дорожного движения на перекрестке улиц Первомайская Ленина города Наринмара. 14 ноября 2017 года с трех сторон подъезда к данному перекрестку демонтированы дорожные знаки 4.3 «Круговое движение», относящиеся к группе «Предписывающие», и установлены знаки 4.2.1 «Объезд препятствия справа» этой же группы. В связи с чем на данном участке дороги образовался Т-образный перекресток. Данная работа проведена в соответствии с требованиями внесенных изменений в правила дорожного движения Российской Федерации, которым изменен порядок проезда перекрестков с круговым движением согласно постановлению правительства Российской Федерации. Уважаемые водители, сотрудники полиции обращают ваше внимание. При проезде перекрестка улиц Первомайская Ленина необходимо руководствоваться знаками приоритета. 17 ноября 2017 года в Управлении Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу состоялось торжественное собрание, посвященное Дню образования службы участковых уполномоченных полиции в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Служба участковых уполномоченных – одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Ее основу всегда составляли преданные своему делу люди. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, участковые занимаются профилактической работой, ежедневно решают проблемы населения, вносят значительный вклад в укрепление общественного порядка. Поздравить правоохранителей пришли представители администрации города Наринмара, поселка Искатели из Полярного района Ненецкого автономного округа, а также представитель территориального отдела войска национальной гвардии Российской Федерации по Ненецкому автономному округу. Начальник управления, полковник полиции Олег Яковлев, а также приглашенные гости поздравили руководство и личный состав отдела участковых уполномоченных полиции, наградили лучших благодарственными письмами и почетными грамотами за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности. Закончилось торжественное мероприятие общим фотографированием. 17 ноября 2017 года в вечернее время сотрудниками управления пресечена незаконная деятельность браконьера на территории округа. Мужчина, 1992 года рождения, находясь у своего дома, осуществил продажу шкур росомахи, лисы и песца, добытых им ранее путем отстрела животных из огнестрельного оружия и отлова капканами, не имея на это соответствующей лицензии. Стражами порядка изъято 13 шкур животных и орудия незаконной охоты, ружье и капканы. В настоящее время в отношении злоумышленника, осуществившего незаконную охоту на пушных зверей, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Всех, кто располагает какой-либо информацией о незаконной охоте на животных, просьба сообщать в дежурную часть УМВД по телефону 02-102 или 4-21-26, а также на телефон доверия 4-21-52. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в России. Памятный день 3 воскресенья ноября был установлен в соответствии с резолюцией Генассамблеи Организации Объединенных Наций. В этом году он пришелся на 19 ноября. В мероприятии, приуроченном к Всемирному дню памяти жертв ДТП, приняли участие сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с представителями Общественного совета при УМВД, уполномоченным по правам ребенка, а также юные инспекторы, активисты российского движения школьников в Ненецком округе. В 11 часов все желающие принять участие в мероприятии собрались на площади имени Ленина города Наринмара. Начальник отдела ГИБДД подполковник полиции Александр Стрепетилов рассказал подросткам и всем участникам акции о дне памяти жертв ДТП, а также поблагодарил граждан за участие в данном мероприятии и призвал быть предельно внимательными на дорогах как водителей, так и пешеходов. Память о погибших в ДТП людях участники встречи почтили минутой молчания, зажгли свечи и пустили в небо белые воздушные шары с бумажными голубями. Далее в Богоявленском соборе Наринмарской епархии состоялся молебен о погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также служба за здравие участников ДТП. Сотрудники госавтоинспекции выражают соболезнования всем тем, у кого близких людей забрала дорога, и призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД. 14 ноября 2017 года в дежурную часть управления поступило заявление о том, что из квартиры жилого дома по улице Пырерка города Наринмара похищен кошелек с денежными средствами в сумме 5 тысяч рублей. Немногим ранее в полицию поступило аналогичное заявление по факту хищения продуктов питания из квартиры жилого дома по улице 60 лет СССР города Наринмара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Ненецкому автономному округу в течение одних дежурных суток установлено, что в обоих случаях кражи совершил ранее неоднократно судимый мужчина 1984 года рождения, который с целью хищения заходил в многоквартирные дома в вечернее и ночное время. Злоумышленник, обнаружив квартиры, двери которых были не заперты, зашел внутрь помещения и похитил чужое имущество, оставаясь незамеченным жильцами. В дальнейшем похититель распорядился добытыми преступным путем денежными средствами и продуктами питания на свое усмотрение. В настоящее время следователем ОМВД России по Ненецкому автономному округу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по указанным фактам. Максимальное наказание за совершение данного преступления в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Стражи порядка призывают жителей округа ответственно относиться к своему имуществу и закрывать квартиры на запорные устройства круглосуточно, даже если вы находитесь дома. Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение Нагец Ивана Леонидовича, 82 года рождения, уроженца поселка Красный Як Печорского района Коми АССР, который 1 ноября 2017 года в 23 часа 30 минут вышел из дома, расположенного по адресу поселок Искателей, улица Строителей, дом 16, в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы. На вид 35-40 лет, плотного телосложения, рост 175-180 сантиметров. На правой груди имеется татуировка в виде головы медведя, а также правое и левое предплечья расписаны неустановленными знаками. Был одет пуховик дутый, синий, короткий. Под пуховиком олимпийка синяя, адидас с белыми полосками на рукавах, синие джинсы, темно-коричневые ботинки. При себе имел паспорт гражданина Российской Федерации на его имя, в паспорте может находиться медицинский полис, а также мобильный телефон неустановленной марки, кнопочный. В случае установления местонахождения разыскиваемого сообщить в дежурную часть УМВД России по Ненецкому округу по телефону 4-21-26 или с мобильного 102. В эфире была программа 112. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова